Хэ-хэй, здорово, народ! Это ваш братишка Командер. Прошлый выпуск, где мы вскрывали джилдаки, всем пришелся очень по вкусу. Но сегодня, надеюсь, будет без эксцессов. Хотя, надеюсь, что будут эксцессы, но не важно, друзья! Не важно, друзья, потому что пришло время вскрываться. Сегодня у нас три письма. Я вчера пошел такой среди ночи. Пришел на почту, она работает, оказывается, круглосуточно. И нашел внезапно сразу три письма. Я так понимаю, народ прочекал фишку и начал слать намного больше. Ну как, намного. Но люди начали реально слать мне письма, потому что буквально спустя через неделю после прошлого выпуска у меня уже есть три письма. Так что все хорошо. Пишите еще больше, чуваки, чтобы мы вскрывались еще чаще и еще больше. Так, ну давайте по традиции начнем с самого большого, самого сочного, самого могучего письма. Это письмо от Софьи из города Волжский, из города Волжский, Волгоградская область. Ну давайте посмотрим, что нам прислала Софья в этом огромном письме. Здесь, я не знаю, мне теперь кажется, что на каждом письме есть какое-то тайное послание. И здесь маленькими буковками написано 789. Я не знаю, наверное, это что-то значит. А еще, ну естественно, тут дохрена классненьких таких марок, я не знаю. Но они довольно прикольные. Мне кажется, она потратила целое состояние на эти марки. Ладно, не важно, давайте вскроем все эти марки. Кстати, письмо очень твердое, я так понимаю, там какая-то картонка, что-то прикольное. Сейчас узнаем, что там внутри в итоге. И... А! Все, я понял. Это была картонка для того, чтобы не помялся листок с рисунком. И... Воу! Друзья, вы только гляньте на это. Это же охренительно! Мне... Слушайте, это очень прикольно. Вот это вот, вот это вот... Я бы даже нашел рамочку и повесил на стену. Я переезжаю в новую квартиру скоро. И... Блин. Надо это реально сохранить. И повесить на стену в рамочку. К другим самым крутым рисункам. Здесь все. Здесь мультреволюция. Персонажи всех моих любимых мультов. Боу Джек даже есть. Боу... Ну, Старр. Я не очень люблю Старр. Ну, ладно. Боу Джек есть, и то супер. Знаете, не хватало бы только еще Майка Тайсона и Ставин Майка Тайсон. И был бы просто божественно. Это очень круто, реально, чуваки. Очень круто. Приветствую тебя, Командер. Я познакомился с твоим творчеством на канале Брейнант. Эй, привет, Брейнант. Жаль, что ты понемножечку загнулся. Твоя мультреволюция поразила меня. Мультреволюция на Брейнанте, реально. Ну, окей, я старался там делать такое шоу, знаете, с ставочками, с шутеечками. Но мне кажется, у меня не очень получалось. Хотя попытки были хорошие. Ибо я обожаю анимацию. Все виды кукольную, классическую, пластилиновую и так далее. И твоя мультреволюция тронула меня за душу. И в тот же день я подписалась и стала регулярным зрителем твоего канала. Олдфак в трейде, народ. Все подписываемся на мой канал с 2014 года. Иногда твое мнение совпадало с моим, а иногда нет. Вот это очень правильно. Я вчера сделал обзор новых серий Стивена, и они мне типа не понравились достаточно сильно. Но это было лично мое мнение. А люди такие, сволочь, ублюдок, мы тебя зарежем. Мнения бывают разные, друзья. Иногда... А, так, так, так. Но это не страшно, ведь на вкус и цвет все мнения разные. И все они имеют место быть. У тебя офигенный стиль, хорошая дикция. Заткнись, комп, я тебя не спрашивал. Хорошая дикция и манера речи. Спасибо огромное за комплиментики. Твое видео смотрится на одном дыхании. Мультблог, мультреволюция, мнение, охота на ведьмы и так далее. Все они шикарны. Поэтому желаю успехов тебе и твоему творчеству. Спасибо огромное. Огромное спасибо за такие слова. Я продолжу радовать вас, тебя конкретно моими видосами. Подписывайся на рестарт. В прошлом выпуске вскрываемся. В том, в котором тебе подарили подарочную карту в местный Питерсекшо. Блин, долго письмо шло. Ты говорил, что если тебе еще кто-нибудь в письме попросит сделать видео по мультреволюции Ребут, то ты обязательно это сделаешь. Ну так вот, пожалуйста, я очень... Ну слушай, там была именно фишка в том, что надо было, чтобы в том выпуске попросили. Я очень сильно прошу сделать видео по мультсериалу Ребут. Ладно, ладно, я понял. Я понял, что все хотят мультреволюцию на Ребут. Я подумаю, потому что мульт действительно... Я бы не сказал, что он выдающийся, но он очень важный для индустрии. Жду обзор на дилдаки. Уже был. И открытку с убогим рисунком. Лип-значок в ответку. Ну и в общем это все. А еще тут рисуночек. Я чуть-чуть не забыл. Командер, спасибо за... Нанолен. Мы с друзьями знатно поорали. Нанолен... Да, Нанолен офигенная тема. Я... Мы тоже все время орем с друзьями. Приходят иногда люди. Такие, ну типа знакомые, но не очень. И я им такой, эй, смотри какая фишка. Я показываю им Нанолен, и они больше ко мне не приходят. Такое вот письмо. Такой вот рисунок. Рисунок офигенный. Я думаю, за такой рисунок я вообще без вопросов вышлю, отправлю тебе письмецом. Да, потому что это... Ну это действительно очень круто. Мэйбл, правда, какая-то очень страшная. Вот, вот. Я не знаю. Но да. Рисунок охренительный. Рисунок очень-очень крутой. За это... Можно и в обратку что-нибудь отправить. Ну давайте посмотрим следующие письма. Кто знает, может быть тут еще более... Что-нибудь еще более впечатляющее. Кто знает, как бы. Ведь размер-то... Размер, конечно, не имеет значения. Но... Можно удивить и другими вещами. Кто знает. Может быть в одном из этих маленьких писем что-нибудь еще более впечатляющее. Так, ну здесь у нас тоже бумажечки. Больше ничего. И так. Письмецо. Нарисована белка. Окей. Привет! На самом деле фиг знает, что тебе написать. Просто спасибо, что пилишь видосы про мультики, которые я так люблю. Ну так. Счастья, здоровья. Будешь в ЕКБ? Звони, пиши. Ну и... картинку 18+, чтобы не скучно. И тут типа белка. 18+, окей. Письмо, я и есть Александра Эс. Я надеюсь, что ты меня помнишь. Да, я помню. Ты мне пишешь в личку постоянно и на стрим заходишь. Привет! Спасибо за комплиментики. Спасибо за письмецом. Тут еще какой-то... рисуночек. Тот, который 18+, я так понимаю. Ну да, здесь в принципе нарисована телочка. Я думаю, я не буду вам это пок... Хотя знаете! Знаете! Окей, я вот так вот типа издалека покажу. Ну да, здесь нарисована голая девушка. Хе-хе-хе-хе. Александра Эс. Спасибо за письмецо. Все-таки 18+, и мне вообще похуй. Я знаю! Я объединяю вокруг себя людей, которые тоже такие грязные, пошлые, больные, на голову, извращенцы. Знаете, я заметил недавно такую тенденцию. Какой бы контингент со мной не общался, какой бы контингент не приходил ко мне в гости, не дружил бы со мной, всегда все разговоры сводятся к порно. Я не знаю, я не знаю, в чем проблема моя, в чем проблема окружающих людей. Может быть, это какая-то аура вокруг меня сексуальная, но всегда все сводится к порно. Так что даже на расстоянии, даже за тысячу километров в ЕКБ эта аура распространяется. Давайте посмотрим следующее письмо от Валерии из города Тюмень. Ну давай, Валерия, здесь такой маленький, миленький Билл Сайфер нарисован. Давайте посмотрим. Я не знаю, Александр, если ты тоже хочешь какой-нибудь значок, все-таки рисунок приятненький. Но ты просто постоянно приходишь на все стримы, я не знаю, насколько тебе нужен там от меня какой-нибудь значок. И тут тоже миленький рисуночек Харли Квинн. Такой классический Харли Квинн из мультсериала 90-х, из Бэтмена. Такой, которую ее задумывали изначально. У нее даже есть пистолет с пробкой такой, отличный. И еще тут у нас нарисован Бэтмена. Супермен. Супермен, кстати, мне вот очень нравится такой стиль рисовки. Он, во-первых, нарисован на такой, какой-то, я не знаю, как называется такая бумага, такая коричневая бумага. И нарисован он черной гелевой ручкой. Это классно, вот это мне очень нравится стиль. Прикольно, прикольно, миленькая. Ну и тут еще такая простенькая Венди. Доброго времени суток. Хочу благодарить тебя за интересные и крутые видео. К письму прилагаю пару рисунков, аж три. Надеюсь, порадует. Достаточно неплохие рисунки, спасибо. Я считаю, что мультипликация это очень сложный вид искусства. Она так разнообразна в стилях и своей глубине. Но используют ее для самовыражения, как искусство, а не способ зарабатывать денег калтурой, только самые стойкие и терпеливые. Само рисую короткие анимированные ролики от 1 до 20 секунд пока. И это сложно отрисовывать каждый кадр. А если еще и на определенный ритм накладывать или разговор, то троеточие вообще жесть. Мир – непростая штука. Каждый человек придумывает себе свой смысл знания. Нет, свой смысл знамя, под которым пройдет жизнь. И взорвать, что часть твоего смысла – это делиться с людьми впечатлениями и знаниями о том, что тебе по-настоящему нравится. Извини за почерк, нормальный почерк. Сегодня у всех нормальный почерк, на самом деле. Я не сильно запаривался с чтением. И еще раз спасибо. Может, есть какие-нибудь идеи для мультфильма в несколько минут? Ну, я не знаю, на самом деле. Знаешь, хотелось бы... Вот у меня, конечно, свои глупые идейки, и я не то, чтобы хотел бы их реализовывать... Ну, то есть не то, чтобы я знаю, как их реализовывать, потому что... Ну, потому что я никогда не занимался там сценарным мастерством. Да, я не писал сценарии, я не продумывал. Но мне почему-то все время хочется мультфильм, знаете, который как бы и взрослый, то есть там все такие взрослые персонажи с какими-то серьезными брутальными штуками. Ну, то есть там может происходить какой-нибудь трэш-психодел. Но только при этом, чтобы все было на позитивной ноте, и ничего особенно серьезного не происходило. Все такое, знаете... Ну, они просто тусуются друг с другом. И ты смотришь это, ну, как бы как ситком. Но так как это мультипликация, это можно намного круче создать. Знаете, да, ситкомы, они происходят там в трех локациях все. А так как это был бы такой крутой продвинутый проект, то он мог бы происходить где угодно. И там, я не знаю, чуваки попадают в другое измерение, и такие, хей, прикольное место, да, здесь здорово, класс. Пойдем посидим на тех воздушных инопланетных растениях. Они такие садятся, и здесь классно, че, шмальнем-шмальнем сидят, курят такие. Классное место. И какая-то все время разговорная фишка происходит, а они такие, эй, чувак, вот если мы отправимся в прошлое, а потом вернемся в будущее, и если те, которые мы были изначально в будущем, они, короче, не захотят отправляться в прошлое, че тогда? И они такие сидят, полсерии обсуждают. Как в клерках было. Вот примерно как в клерках. У них все время были идиотские, короче, диалоги. Но тут добавить сайфая и трэша. Я не знаю, я бы хотел такой мультфильм. Это чисто, что мне в голову пришло из, знаете, несложного в реализации. Если, конечно, придумывать мультфильмы с экшеном, то возможности безграничны. Где мои мультфильмы про небесных пиратов, в конце концов? Но рисовать экшен, это безумно дорого и сложно, и нужно иметь стиль, и, короче, две тысячи китайских аниматоров. Друзья, на сегодня это все. По-моему, был достаточно неплохой, милый выпуск «Скрываемся». Вот этот вот рисунок просто божественный. Он очень крут. Мне надо его как-нибудь сохранить, чтобы он никак не помялся. Тут еще подпись. Да, я рисую не очень. Не знаю, достаточно офигенно. По-моему, достаточно офигенно. Почти все персонажи выглядят, ну, как бы, идеально, как они и должны выглядеть в мультфильмах, ну, кроме... Да даже Мэйбл, ну, то есть она выглядит не так, как в мультфильме, но она на стиле. Я не знаю. По-моему, достаточно круто. Это я реально повешу на стеночку, если... Если... Если кот не сожрет. Хе-хе. Вот. Сегодня был ламповый выпуск. Шлите еще писем. Естественно, я буду выбирать лучшие письма, отправлять вам значок или открыточки. Нет, кто с прошлого выпуска, кому я обещал, друзья, я вот сейчас перееду, и тогда полностью займусь этим. Просто сейчас вообще, ну, нет времени пойти заказать эти открыточки, значки, надо же там дизайн придумывать, и все в этом духе. Этим надо... Это... На это надо день выделить, как минимум. Так что я все ваши адреса записал. Я... Это звучит как-то крипово. Но я про вас не забываю. Я про вас не забываю, друзья. Все, кому я пообещал что-то прислать, все это получат. Так что... Спасибо огромное всем, кто сегодня прислал письма. Шлите еще письма. Вскрываемся, будет жить. И... Я не знаю. Увидимся, друзья, и вскроемся в следующий раз. Пусть будет такой идиотский слог. КОС ЗАТКИ...